Новейшие технологии стирают границы и предоставляют возможность каждому ученому донести до мирового сообщества информацию о ходе результата собственных исследований. Но в то же время возникает жесткая конкуренция между научными изданиями и парипазом внимания читателей. В связи с этим научные издания проходят очень жесткие аналоги по качеству содержания и форме изложения информации. Публикация материалов в специализированных изданиях является не только способом научной коммуникации, но и дает значительный импульс развитию соответствующей области научного знания. За последние годы ведущие издания Национального горного университета научной вести КНГУ прикиплило значительные изменения. Создание электронной версии и включение журнала в наибольшее число международных онлайн-баз научной периодики является приоритетным направлением развития и продвижения нашего научного журнала в глобальные информационные ресурсы. Для продвижения журнала научной вести КНГ была разработана новая концепция журнала, уточнены цели задачи издания, кардинально улучшен дизайн журнала, увеличен вдвое объем выпуска. Были введены новые отклоязычные дополнительные страницы. Титульная страница, составы коллегии и содержание журнала. Изменился в статусе коллегии в основном за счет привлечения зарубежных ученых, что является весьма важным критерием оценки издания зарубежными экспертами при подаче заявок в международные наукометрические базы данных. Общеизвестно, что журналы высшего уровня публикуют порядка 10% рукописи с результатами исследований хорошего уровня. Так выстраивается иерархия, на дне которой доходят издания, где публикуются те, кто не имеет шансов принятыми в журналах высокого уровня. Именно в качестве отбраковки, в средствах отбраковки недоброкачественного научного материала и возник институт рецентрирования равных-равных. Мы также стоим перед необходимостью осваивать модели рецентрирования, принятые на международном уровне. Усилия нашей редакции были значительно повышены на научный уровень публикуемых статей. У нас все рукописи проходят 4 уровня рецентрирования, включая так называемое двойное злепое. Когда ни автор не знает, ни рецентр не знает, чью статью рецентрировать. Действием меры поощрения активных рецентрентов может стать включение участия в рецентрировании. Число квалификационных характеристик, наряду с публикационной активностью, как база повышения рейтинга ученого. Научные руководители аспирантов могут включать программы их обучения, рецентрирование работ, направленных этим руководителем. С последующей их, конечно, правителькой. Важное значение для имиджа журнала имеет качественное рефернирование статей на трех языках, объемом от 200 до 300 слов, включающая четкую структуру, которую здесь уже упоминали, цель, методика, результаты, научная новизна, практическая значимость. Такой реферат в составе метаданных на трех языках, украинском, русском и английском, помимо бумажной версии, у нас размещается на сайте журнала и привлекает надлежащее внимание ученых, особенно иностранных, публикаций. Конечно, совершенствование интернет-страницы издания требует немало усилий. Она у нас представлена тоже на трех языках. На ней, помимо полутекстовой базы данных, представлены материалы по инновационным разработкам ученых горного университета, о новых монографиях и другие материалы. Национальный горный университет, как издатель, не только поддерживает научные коммуникации и инвестирует в этот процесс, честно, надо признаться, но и несет ответственность за соблюдение всех современных требований, компубликованных работам. В связи с этим разработаны и размещены на сайте научного вестника материалы относительно издательской политики журнала, стандартов, этичного поведения всех привлеченных к публикации сторон, авторов, президентов, редакторов, а также лицензионный договор на использование материалов, которые подписывают все авторы, начиная в нашем журнале с 2011 года. Редакция журнала моделирует авторов в работе с современными источниками информации, поскольку сытка на устаревшие литературные источники вызывает замечания международных экспортов и сомнения относительно актуальности материала, изложенного в статье. Это автоматически отбрасывает статью, которая имеет ссылки, как было споро, авторы присылают статьи десятилетней, даже более давности. А это отбрасывает весь журнал в число аутсайдеров. В Украине в последние годы уделяется особое внимание продвижению научных изданий в мировые информационные ресурсы. С 2009 года применяется система постоянно мониторинга научного потенциала субъектов научной деятельности Украины по показателям базы данных Скопус. Комитет по госпремиям Украины будет в отделе редакции инструкции о порядке выдвижения работ. В аннотациях, которые обязаны указывать общее количество статей, опубликованных в международных журналах, включенных в базу данных Скопус, общий идентификатор ЛЖР и общий идентифицирование работ претендентов. При подготовке заявок на выполнение научных проектов и отчетных документов по выполненным проектам необходимо указывать количество научных статей, отражаемых в определенных в международных базах данных, импакт факторов журналов, показатели цитирования и индексы Хирша руководителей и основных исполнителей проекта. Различные методики подсчета цитирования научных публикаций получили в настоящее время широкое признание, потому что они являются пока единственными формализованными оценками научных результатов средствами самой науки. Сегодня много говорилось о том, что индексы цитирования рассчитываются прежде всего в признанных базах данных индекс Хирша в базе Скопус, компания Эльзивер и импакт фактор, в компанию Эльзивер, компанию Томсен Рейтерс, простите. Сегодня эти базы учитывают, как говорят, расписывают примерно одинаковое количество, около 20 тысяч наиболее авторитетных в мире научных журналов из примерно 100 тысяч журналов, выходящих в мире. Эти базы несомненные лидеры по представительности. Количественным показателем информационной значимости научного журнала является импакт фактор. Отношение количества ссылок на публикации журнала из всех расписанных в базах журнала за два года, предшествующих годов следования, количеству статей, опубликованных этим журналом, за два года. Модный термин «импакт фактор» зачастую применяется и к авторам, и к научным учреждениям. Но применение этого термина к авторам и организациям некорректно. Он является показателем эффективности работы журнала в целом, а не какой-то определенной статьи или автора. Нам ближе науко-метрический аппарат базы данных «Скопус», поскольку журнал «Научный инвестник НГУ» вошел именно в нее. Научные ресурсы, опубликованные после 1996 года, инвестируются в этой базе вместе со списками пристатейной библиографии. Цитируемость в базе данных подсчитывается путем автоматизированного анализа содержания этих списков. Именно поэтому редакция журнала «Научный инвестник» так требовательна к этой части рукописей, потому что «Скопус» подсчитывает количество ссылок на все проиндексированные ресурсы. В «Скопус» не используется понятие «Инпакт факторов», зато широко применяется индекс Хирша, число статей, цитируемых из которых не меньше их порядкового номера, в ранжированном по цитированию в списке публикаций. Индекс Хирша обеспечивает более адекватную рейтинговую оценку исследователей со значительным стажем научной работы. И вот нецелесообразная зуб пользова для оценки работы молодых ученых, он не может быть сопоставимым для разных областей науки. И попытки использования этого индекса для построения рейтинга многопрофильных, крупных научно-образовательных организаций некорректны. Применение наукометрических показателей осложняется проблема адекватности поисковых вопросов. В англоязычных базах данных соответствующие ограничения связано с необходимостью корректного учета вариантов написания о некоторых фамилиях и очистки списка от однопонименцев по дополнительным признакам. Поэтому наша редакция требует от авторов быть особо внимательным при транслитерации своих данных и предоставляет им вспомогательные методические материалы для корректного проведения этой процедуры. Анализ индексов Хирша, СЖР и их составляющих показывает, что важной характеристикой журнала является часть внешних цитирований, то есть ссылок из других журналов. Также учитывается число статей, написанных в соавторстве с иностранными учеными. В августе 2011 года, после приведения содержания журнала в соответствии с требованиями и записей связи, нашему университету была подана заявка на включение журнала «Научные вести» в международную базу «Скопус». И в марте 2012 года было получено положительное решение экспертной комиссии о включении. Таким образом, с 2012 года журнал «Научные вести» Национального горного института и университет индексируется в ведущей базе данных «Скопус» в индекс «Коперник» в журнал «Мастерлист» в Польша, в Google Академия. Кроме того, журнал «Скопус» включен в следующие международные базы данных «Компендекс» – разработка месторождения полезных ископаемых геология, механика и электротехника, «Инспек» – издательство «Институт журнал «Инженер» по информационным технологиям, управлению и электротехникой». Международные каталоги изданий «Ульвикс Веб», «Ресердж Бибжорнон» в Японии, реферативные журналы и базы данных «Виннегера», «Украинника Нолукова» и «Джерелон». С компанией «Эпско Паблишинг» в США заключено лицензионное соглашение о распространении контента публикации журнала на условиях выплаты университету «Ройльти». Заключено лицензионное соглашение с компанией «Про Квест» в США, признанным лидером в области сбора и распространения информации о включении журнала в серию тематических баз к этой компании. Главная задача на пути повышения индексицитирования – это, конечно, поднятие научного уровня исследования, о чем уже сегодня говорилось нашими уважаемыми коллегами, и соответствие их результатов мирового уровня. Кроме того, среди задач по повышению этих индексов следует отметить следующее, на наш взгляд. Увеличивать число англоязычных статьй. С 2015 года редакция «Научного вестника» принимает в печать статьи только на английском языке. В 2014 году количество англоязычных статей у нас увеличилось по сравнению с 2013 годом в 6 раз, количество статей зарубежных авторов – в 5 раз. Необходимо повысить требования качества англоязычного текста статей. Это приведет к увеличению части внешнего цитирования, то есть ссылок из других журналов. Важнейший показатель для журнала. Необходимо привлекать статьи с зарубежными соавторами. Печатать обзорно-аналитические статьи ведущих ученых, в которых были бы обозначены перспективы развития различных научных направлений. Статьи, выполненные по международным критериям, повышают научные пенсии шахтера и одновременно уровень их квалификации, расширяют кругозор исследователей, дают возможность быть в курсе новейшей тенденции разработок в своей и в мирных областях науки, способствуют общению и проведению совместных работ украинскими и зарубежными ученых по тематике своих исследований. Включение журнала «Международная наукоатрическая база данных» позволяет расширить возможности обновления ознакомления зарубежных специалистов с тематикой работы и достижениями украинских ученых, увеличивать индекситирование авторов и издателей. Кстати, наш опыт введения эмбарда доступа к полным текстам на один год не дал финансового эффекта, на который мы рассчитывали, а негативные тенденции на снижение цитируемости показали. Наш журнал «Научный листник» позиционируется как междисциплинарный научно-технический, что отличает его от многих других более специализированных. Но при этом он сталкивается с проблемами общими для всей украинской науки. Мы должны вписаться в глобальную информационную среду, сохранив свою индивидуальность и ущерб конкурентоспособности. Наша редакция активно работает над интеграцией журнала «Международное научно-информационное поле», которое объединяет научные и периодические издания всего мира. Более подробная информация о нашем журнале представлена в буклете, который расположен на стойке регистрации. И каждый желающий может его взять и ознакомиться более подробно. Спасибо.